Газифицировать столицу Казахстана планируют уже не первый десяток лет. И сегодня проблема с отсутствием голубого топлива в столице становится все актуальнее. В чем преимущество перехода на газ? По какому маршруту будут доставлять топливо в Астану? И о том, какой газ сегодня все-таки доступен в столице, расскажем подробнее в сегодняшнем выпуске. Смог над Астаной и запах гари в значительной степени усиливаются с наступлением отопительного сезона. Тепло в жилые и административные здания города, как известно, поступают от работающих на угле теплоэлектроцентралей. Вместе с тем дома частного сектора, расположенных на юго-востоке столицы, тоже практически все отапливаются углем. Почему же люди не выбирают возобновляемые источники энергии или другие экологичные альтернативы? Ответ на вопрос очевиден. Стоимость разных видов топлива. Самым демократичным по цене является природный газ, в то время как наиболее дорогим считается электричество. Поэтому желание сменить котлы, работающие на угле, на более дешевые в обслуживании аналоги, газовые, у жителей столицы вполне объяснимо. Большинство домов здесь отапливаются углем. Это не от того, что мы именно хотим перетопить печи углем, а из-за того, что отсутствие других видов топлива. Уголь как топливо уже свою миссию выполнено. Сейчас уже надо переходить на другие виды топлива. Но я думаю, что самое сейчас доступное у нас и более цивилизованное считается газ. Проблем с закупом угля у жителей нет. Купить его астанчане могут, не отходя далеко от дома. Точки продаж в частном секторе почти через каждые 10 метров. Розничная цена – тысяч тенге за мешок. К этой сумме у многих жителей частного сектора прибавляются еще траты на услуги кочегара. Уголь дорогой. Тонна стоит 18 тысяч. И вот в начале октября по Астане угля не было. Вот мы затарили сейчас мешками. Во-первых, неудобно. Печку через каждые 2 часа надо закидывать. Ну, если газ был бы, природный, это он включил. И там место больше занимает в этом топке. И экономичное. И финансовое, и во всем. Ну, сейчас вечером, вот после 5-6, весь Юг Восток накрывается темным дымом. Даже окна не можно открыть, чтобы комнату проверить. До 10 часов ночи здесь столбом стоит дым. Черный, черный. Но плюс природного газа не только в этом. Он является самым чистым видом органического топлива. При его сгорании образуется значительно меньшее количество вредных веществ. В сравнении, к примеру, с углем. В Казахстане сотни газовых месторождений. Самое крупное из которых – Карашиганакское. Так что запасов газа, чтобы обеспечить столицу страны, в Казахстане достаточно. КАЗ-Трансгаз уже подготовил технико-экономическое обоснование по проекту газификации Астаны. Планируемый магистральный газопровод уже имеет название СРРК. И подразумевает транспортировку природного газа с запада страны. По информации Акимата, в случае, если будет газопровод этот магистральный построен, в Астане есть два ТЭЦ, это ТЭЦ-1, ТЭЦ-3, водогрейные котлы, которые могут полностью перейти на использование газа. Это, во-первых. Во-вторых, есть более порядка 50 малых коммунальных автономных котельных, которые также могут перевестись на использование газа. И порядка 22 домов частного сектора, которые также могут перейти на использование газа в качестве топлива для отопления. Этот маршрут берет начало из действующего газопровода Бейнеубазой-Шимкент. С компрессорной станции Караозек близ города Кызыларды новый магистральный газопровод проложат по пути Кызыларда-Жасказган-Караганда-Астана. Его протяженность – 1081 километр. В последующем есть планы по расширению веток в северные регионы – до городов Кокшетау и Петропавловск. Эксперты отмечают, что техническая возможность позволяет произвести максимальное газоснабжение всех городов Казахстана. В настоящее время техно-экадемическое обоснование полностью подготовлено. Основные технические, технологические и инженерные решения по проекту приняты. Маршрут газопровода проложен. В установленном порядке согласован. Государственная экспертиза проекта на техническую часть, на смертную часть проведена. И в настоящее время идет, прорабатывается поиск наиболее оптимальных условий, с кем финансируем. Пока проект газификации Астаны еще далек от старта, узнаем, как еще можно отапливать дом на газу. Существует автономный вид снабжения недвижимого объекта, когда потребители получают не природный, а сжиженный углеводородный газ. Он поступает не из магистрального газопровода, а из независимого хранилища. Примером тому может быть газовый баллон для приготовления пищи или газгольдер, специальный резервуар для хранения сжиженного углеводородного газа. Последние пять лет наша компания очень актуальна и интенсивно занимается вопросами газоснабжения. В основном мы начали применять, пробовать это на индивидуальном жилье. Получился очень хороший отзыв об этом. Снялись вопросы по золоудалению, по одержанию постоянной температуры в помещении, где люди проживают. В том числе и появилось горячее водоснабжение у населения, использующее эти системы автономной газификации. Автономной подачей газа с недавнего времени начали обеспечиваться новостройки Астаны. Но для установки такой системы необходимо соблюсти несколько обязательных условий. Это установить наземный или подземный газгольдер возле дома, обеспечить к нему доступ газовозам и систему трубопроводов для подачи газа в котельные. Прослужить такая установка может до 30 лет. Так или иначе, спрос среди простого населения на установке невысок из-за высокой цены. Вся прелесть применения жиженного газа, либо иного, может быть, природного газа в комплимированном виде, либо в жиженном виде, в том, что оно дает экономию при применении его в дальнейшем, при получении тепловой энергии. И также для пищеприготовления. Но, конечно, стоимость оборудования, она очень дорогая, и не все ее могут позволить. Есть у нас варианты эконом-класса, когда у нас применяются маленькие резервуары, типа 600-литровые. Впервые в Казахстане, в Астане, сооружен комплекс регазификации сжиженного природного газа, предназначенный для преобразования метана и сжиженного состояния в привычный всем товарный трубный газ. Прежде чем отправиться к потребителям, метан сжижается путем охлаждения до минус 161 градуса, впоследствии чего уменьшается по объему в 600 раз. Затем доставляется в Астану из Екатеринбурга в Крио-цистернах. На станции мы производим его регазификацию, перевод его в состояние газообразное. Он по технологической линии поступает в испарители атмосферные, где за счет разницы температур окружающей среды и самого газа он переходит в газообразное состояние. При необходимости мы его догреваем до положительных температур. Далее по линии распределительных газопроводов, ШГРП, он поступает уже потребителю с давлением 0,3 мегапаскаля. С этой станции берут начало первые газовые трубы Астаны протяженностью 4 километра. Первым потребителем природного газа стал Назарбаев университет в феврале 2016 года. До 2021 года в планах выстроить 6 еще более мощных комплексов регазификации, в том числе с хранением. Мощность производительной этой станции 10 тысяч метров кубички в час, но в настоящее время она использует свою мощность только на 30%. У нее есть запас мощности около 7 тысяч метров кубички в час. При необходимости данную станцию можно увеличить. Она блочного типа и для увеличения производительности достаточно установить дополнительные испарители. Позиция компании – ценовая политика. Складывается из того, что мы ставим свою цену ниже дизельного топлива 25-30%. Преимущество перехода столицы на уголь бесспорно. Это прежде всего создание благоприятных условий для жизни и здоровья казахстанцев. Даже не дожидаясь строительства магистрального газопровода, а используя существующие сегодня альтернативы, квартиры и дома жителей Астаны могут быть обеспечены газом уже сегодня. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова